Беспилотники на страже чистоты в мэрии Самара совместно с силовиками планируют использовать летательные аппараты для борьбы с незаконными свалками. Видео и фотофиксации сброса отходов необходимы и очень удобны, особенно когда не удается застукать нарушителя на месте преступления и приходится доказывать его вину. Беспилотники также помогут обнаружить и новые места своза мусора. В этом году органы полиции активно подключились к борьбе со стихийными свалками, и это уже дает свои плоды. Порядка 50 пронарушений были предотвращены на месте путем вмешательства органов полиции и инспекторов департамента, то есть отвал грунта был предотвращен. Положительное снижение количества свалок налицо, поэтому и всякое содействие именно в привлечении водителей за вывоз грязи на проезжую часть после, скажем так, сброса отходов. Соответственно, здесь мы работаем, привлекаем водителей к административной ответственности. Несмотря на то, что за последние три года количество свалок сократилось в три раза, этот вопрос все еще остается актуальным для Самары. Сейчас на территории города находятся 170 мест незаконного складирования как бытовых, так и строительных отходов. Олег Фурсов призывает полицию применять к нарушителям более жесткие меры, вплоть до привлечения их к обязательным общественным работам. Кроме того, такие люди должны проверяться, что называется от и до. Отсутствие разрешения на работу, задолженности по налогам и штрафам. Мы говорили о том, что в отношении этих перевозчиков нужно создать невыносимые просто условия. Значит, во-первых, они возят все это вечерами, по ночам. И патрульные машины, по-моему, без особого труда могут их останавливать, интересоваться, куда они везут этот груз. Ну а в случае, так сказать, если мы видим, что происходит несанкционированный сброс, по полной программе, значит, надо их наказывать. В борьбу с незаконными свалками активно включились и районные администрации. Это входит в список их полномочий. Общероссийский народный фронт отмечает, улучшения видны невооруженным глазом, но есть куда стремиться. Нужно привлекать активно граждан, общественность, и мы тоже в этом направлении будем работать. В городе начнет работу горячие линии, на телефоны которой смогут звонить неравнодушные самарцы и рассказывать о фактах незаконного складирования мусора. Марина Матвеевна, Максим Гусев, События.